Сила Сибири набирает обороты. Сила Сибири набирает обороты. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами сегодня снова Парапроводит Сила Сибири в лице. Папирас учу вас в своей дизельберг появится. Привет. И Сила Сибири. О, да. Нет, я просто говорю, что наши подписчики, просмотрщики и дизлайкщики, они говорят, что ты жуешь, когда рассказываешь наши нити. Вот никто не знает, как его зовут, никто не знает, как меня зовут. Лау Пусыч. Масса Лау Пусыч. Масса Лау Пусыч. И Лау Пусыч. Да, я жую. Да, у меня эффект фикс. И чё вы для меня? От меня. В конце концов. От бедного убогого человека, в конце концов. Чё? Чё? Сделай на надписи такие. Да, кстати, это отличная мысль. Я вам там таблички дал. Одному сарказм, второму, или ещё что-нибудь. Аплодисменты. Аплодисменты, да, и всё будет замечательно. А себе возьми закадровый смех. Отлично, отлично, отлично. Может, перейдём всё-таки к теме сегодняшнего разговора, господа, можно, да? Масса Лау Пусыч, вы не против? Должно реально. Замечательно. Сегодня мы поговорим... Я сложу рук. Будешь молчать. Сегодня мы поговорим о клонах. Да, вот такая вот засада. Будет у нас сегодня на обзоре клон Жаверский из Белоруссии. Изначально под названием Кайман 4-й версии. Клон Самарский, что характерно и считается, он самым правильным, самым единственным, в общем-то, на текущий момент клон, который только доступен к приобретению. Без лишних слов двинем вниз, в упадный лукоскоп, посмотрим, покажем, намотаем и возвернёмся. Погнали. Погнали. Наш испытуемый в лице самарского клона Каймана приходит в упаковке, в общем-то, полностью аналогичной оригинальной. С указанием оригинального производителя Вейп Системс. Давайте посмотрим, что даёт внутри. Во внутрях сам Кайман. Дополнительная пластиковая колба. Дополнительная металлическая колба с гравировкой Каймана крокодилом на ней. Маленькие два пакетика с всеми орингами и дополнительными соплами обдуваем. Точно так же, как, в общем-то, и с байкой идёт обычно в комплекте. И давайте разбираться с нашим подопытным. Ну, что субъективно, первым делом можно сказать, доставку его из коробки. Качество изготовления у китайцев повысилось, ну, мягко говоря, просто сумасшедшим образом. То есть, в принципе, если бы передо мной поставили, наверное, сейчас оригинальное изделие в лице Каймана, да, четвёртого от Вейп Системс и вот этого, я, может быть, даже бы и напутал. И вот так вот сходу бы не разобрался, где, какой, собственно, наличествует. Что это такое? Это дрипка, у которой база построена по примерно тем же самым принципам, что и у байки. Ну, и вообще общее заимствование по конструктиву у неё есть. Снимаем дриптип, снимаем крышку. Здесь она тоже, кстати, с очень широким шагом резьбы, то есть, откручивается буквально с полуоборота, что для заправки на ходу, я считаю, очень-очень большой плюс. И снимаем телоиспарительная камера. К слову о телеиспарительной камере. Это пластик, классическая по ММА, и мы его благополучно испытали на взаимодействии с агрессивными жидкостями. В качестве агрессивной жидкости использовалась тунгуска. Вот, смотрите, если внимательно посмотреть на нетронутую колбу и на ту, которую мы испытывали, это выглядит, ну, сильно, скажем, повреждённой. Но, тем не менее, тунгуска в ней болталась неделю, и, в общем-то, колба выжила. Потому что колба от оригинального каймана, насколько мне говорили товарищи, через неделю просто разваливалась в куски. Это, как ни странно, выжило после такого бесчеловечного испытания. Хотя, конечно, выглядит она теперь не самым лучшим образом. Ну, не так важно. Давайте продолжим. По остальной части конструктива. Здесь всё, на самом деле, внутри очень похоже на байку. То есть, такая же сменная система воздуховодов. Правда, единственная, изменилась методика их откручивания. То есть, теперь здесь нет как такового ключа. Здесь есть накатка на воздуховоде для того, чтобы можно было открутить пальцами. Правда, это достаточно всё-таки трудоёмкий процесс. И стойки здесь такие же, как, собственно, на седьмой байке. То есть, с такими небольшими выступами для того, чтобы за них можно было удобно заводить проволоку. Кольцо регулировки в обдувах, в отличие от байки, здесь не имеет никакого стопора и абсолютно свободно вращается. Это одновременно и плюс с точки зрения внешней эстетики, потому что здесь никаких выпирающих дополнительных частей нет. Но и определённый минус. То есть, можно случайно его сдвинуть и получить полное отсутствие затяжки вообще. Внизу на площадке коннектора гравировка Кайман В4 и лейбочка, копирующая, скажем, лейбл Вейп Системс. Ну что, давайте его куда-нибудь накрутим и побыстрому намотаем, чтобы понять, насколько оно вкусно, невкусно и вообще, что оно из себя представляет. Плюс, давайте, естественно, перед этим всё это дело замерим в сборе. Соберем его для этого. Ну, понятно, диаметр у нас составляет 22 мм. Высота без учёта длины коннектора и без учёта дриптипа будет ровно 40 мм. Как на большей части испытываемых нами дрипок, мы будем обмотать 7 витков Кантала 0,4 толщины на 2,5 мм. Чтобы примерно иметь возможность, скажем, сравнить её с другими дрипками, которые мы до этого испытывали. Надо отметить, что у этой дрипки очень глубокая ванночка под жидкость. То есть, в принципе, с учётом того, что воздуховод стоит достаточно высоко, сюда, я думаю, влезет где-то миллилитр-полтора с небольшим, а то и все два. Самое главное при продёргивании фитиля здесь оставить хвосты подлиннее, потому что здесь это понадобится. Немного расчесали хвосты для того, чтобы вата подавала чуть получше. Немножко ещё уберём. Это безобразие всего по бокам. Так, ну, где-то вот что-то подобное у вас по итогу. должно получиться. Вот такая конструкция. Так, ну, давайте всё это дело заправим. Сегодня мы будем использовать самостейную полуницу в версии Ice Storm от товарища Жики 70. Что это жижа лично мне, по крайней мере, очень сильно понравилась. К нему прекрасный холодный эффект, который практически не портит оригинальный вкус. И заправляем её вот так по стенке, чтобы примерно видеть уровень жидкости, который мы туда залили. Думаю, этого будет достаточно. Ну что, запробуем, что у нас из этого получилось. Всё это, в общем-то, всего лишь на жалких 20 ваттах. Немного шумновато я прикрою до двух отверстий отдува. Гениально. Ну что, двинем наверх, поговорим об этом всём деле более детально. Ну что, мы вернулись из Клоу-Запа, что мы там хорошего увидели? Ну, вообще, давайте поговорим о том, что мы получаем за колхозную цену, да, вот колхозную обозначенную, я не знаю, сколько он будет продаваться там отдельно без колхоза, 1650 рублей. Мы получаем полный комплект, это две пластиковые колбы, металлическая колба и три воздуховода диаметра 1,7, 2,3, 3,2 мм, да? Как вам это? Удовольствие? Я не помню этого слова. Я считаю, что... Нет, это было бы, наверное, кощунством сейчас сходить на сайт и посмотреть реальные сервисы. Сколько стоит оригинал? От пяти, насколько я помню. Четыре с половиной, пять тысяч и выше, в зависимости от комплектации. Нет, мы, конечно, гадкие люди, да? Нет, стоп, 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 стоп. Вот тут надо сразу обозначить. Мы никого не пропагандируем покупать именно клоны. Мы сами готовим за оригиналы, если есть деньги, ребята, возьмите оригинал, эта дрипка того стоит. Вот сразу обозначу нашу. Да? Без вопросов. Без вопросов. Вот теперь о клоне. Ну, я считаю, что за такие деньги клон в таком исполнении это очень хуже. Это мастхэв. Да. Ну, серьезно, я бы не видел оригинала, да? Ну, окей, оригинал я видел в лице только байки седьмой. Потому что база, в общем-то, одна и та же, по большому счету, конструктив очень похож. Честно, отличий я вижу минимум, к сожалению. Именно, к сожалению, да, я ввиду того, что пользуюсь только оригиналом, для меня это огромное большое сожаление, что у китайцев появились хорошие станки, которые позволяют делать нормальные качественные обработки почти всего. Претензии только к резьбам. Небольшие. Мне не нравится качество резьбы, конкретно вот этой вот заправочной крышки. Я не совсем сразу могу в нее попасть, понимаешь, при ее закрытии. Ну, это вот, наверное, единственный недостаток, единственная претензия, которую я могу к этому клону предъявить. Больше мне предъявить просто нечего. Вот ты его вот открути и сними. А потом попробуй его одеть. И вот немножечко он не попадает, как-то вот сразу, немножко вихляет в отверстие. Ну, возможно, лица ПК-клона. Не исключаю. Но это вот единственная придирка, которую лично я могу, к сожалению, к этому всему предъявить. А ты знаешь, что я к клоуном всегда очень придирчик. Я их, ну, простите, дорогие подписчики, я ненавижу клоуна всей душой. Можете меня дизлайкить сколько угодно за это все. Я снов, я моральный урод, я это все понимаю, но передо мной практически идеальный клон. Я не помню, у тебя была вообще в подписях, ну, клоунс. Да, и бывает, и есть. Есть? До сих пор, конечно. Да, я что-то не прошу вам, не меня. До сих пор. Привыки уже простые. Конечно, конечно, конечно. Да, человек у нас, Петр, абсолютно радует за оригинал, да и мы на самом деле. Потому что оригинал, это все-таки оригинал. Не будет оригиналов. Да, не будет оригиналов. Просто априотики. Потому что техническая мысль китайцев, она, к сожалению, не заходит дальше, чем навал. К сожалению, да, у китайцев у него либо повторить своего, либо придумать свою кракозябру. Я причем абсолютно неудобовариваю. Да, да. Может быть, у них появятся какие-то гении, которые это, ну, конечно, Китай, Корея, вспомним корейские баки. Ну, корейские баки, да. Это вырви глаз, взломай мозг вообще. Скажем, Юго-Восточная Азия. Это вообще сумрачный гейм. Я не понимаю, а что вот сейчас против корейских баков вы имеете против? Невкусные. Нужно только месяца два-три угробить на их настройку. Да, всего-то лишь. Да, 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 все, о чем я речь веду, да? А учитывая, что, например, Манат и Манас стали популярными... Спустя два года. Спустя два года после их выпуска, внезапно. Это вообще для меня был нонсенс. Вернемся к нашим баранам, да. Да, да. Что сказать? Первое. Вкусно. Вкусно, да. Второе. Вкусно! Мать его! Вкусно. 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 Да, да, все верно говорите. Потому что обычно дрипки с большим объемом испарительной камеры, ну вот, например, китайцев, если брать, в принципе, они все барахло, чаще всего, и раскрывают себя только либо напор на пылах каких-то безумных, либо, ну, я не знаю, просто... Испаряя всю жидкость, да? Да, просто надо извращаться откровенно с ними, чтобы получить с них хоть какую-то... Согласен, согласен. При этом все, здесь обычная односпиральная намотка, жалкие семь витков 0,4-го кантала, где, в принципе, можно виток еще скинуть, будет еще лучше, наверное. Ну, по идее, да, разгоняться будет бесконечно. Да. Стоит максимальный обдув 3,2 мм, да, это не клоудчейзерский девайс. Ну, валит... Нет, это никоим боком не клоудчейзерский девайс. Ну, ты понимаешь, даже вот с моей затяжкой глубокой... Затягиваешься, у тебя там чего-то глотелепается внутри. Да и на здоровье. Как флаг, практически сила. То есть, это далеко от Kennedy, да? Это очень далеко от нормалистых типа цунами, дуна и так далее. Но, самое главное, что эта дриппа дает, это вкус. Нижний обдув, хорошо, правильно направлен на спираль, все, больше не нужно ничего. К этому прилагается удобная система стоек, которую, в общем-то, байки 7 сделали, да? И во многих других аппаратах обкатали уже... Стойки, кстати, очень хорошие. То есть, если вы уж совсем любите клептоны, фьюзды и все прочее, они сюда залезут. Да легко. Опять же, да, то есть, вот это... Они закрепятся. Это просто прекрасно. Штучка с этой самой многоходовой заходной резьбой, да? То есть, там, ну, единственное, что не очень хорошо заходит. Буквально пол-оборота. Да, пол-оборота... Просто у дрипки, там, ты снимаешь, у тебя потекло с купола вниз. Здесь, там, здесь этого, как бы, этого уже нету. Надо отдать должное еще вот к чему. Я не отметил в пол-запись, что здесь есть небольшая непроливайка. Она совсем мелкая. Она где-то на полмиллилитра жидкости буквально. Но сам факт, что если вы чуть-чуть не допарили во время остановки, да, условно, на перепар, и сунули ее в карман, и оно перевернулось с большой вероятностью, оно даже не прольется. Это тоже надо отнести к плюсам девайса оригинала. Клон тут, извините, ни при чем. Ну, естественно, конечно. Это исключительно достоинство оригинала. Из достоинств клона я бы отметил только то, что он, действительно, можно сразу говорить, что он один в один. Ну, да. Один в один с какими-то легкими, полагаю, доработками, да, Никиты? Я, честно, не в курсе каких минимумов. Я тоже, честно говоря... Потому что, якобы, вообще, девайс позиционируется... Ну, если мы говорим... Правильный клон, да? Если мы говорим, что все-таки это база, вот, ну, байка 7, то есть... Ну, практически... Где здесь та штука, которая кривая, да? Возможно, что ее и в оригинале нет. Но, честно, не видел, не смотрел, не могу ничего сказать. Продоните, тут я мимо чуть-чуть. А кольцо здесь по кругу крутится? Да, по кругу, оно без стопора вообще. Да, просто по кругу, без всяких стопоров, в принципе. В общем, девайс сильно понравился. Единственная претензия, которую вот к ней вот можно реально предъявить, это немного кривоватая резьба на ПК-колбе полагает, да. То есть, из-за которой, собственно, топ-кэп немножко не сразу заходит. Больше мне, по большому счету, флитрация нет. А ПК или акрил все-таки? Нет, поликарбонат. Поликарбонат заявляется. А жрет-то и все-таки, вроде как, поликарбонат меньше жрет, чем акрил? А акрил сжирается сильно-сильно. Продокс в чем? Оригинальную поликарбонатную колбу у нас Коврад тестировал. Причем тестировал Тунгусской. Якобы за неделю ее сожрало просто в хлам. Просто вот вообще в крошево откровенное. Ты колбу выдерживал неделю, эта колба выдержала. И при этом у колбы, которая неделю стояла с Тунгусской, что примечательно, у нее резьба не пострадала. Да. Кстати, что интересно, резьба осталась живой, хотя залито было сильно выше. Это говорит только о том, что резьба сделана достаточно хорошо, притерта к базе колбы. Да, потому что она не проливается в резьбу. Ну, что резьба, да, это проблемное место, потому что там в любом случае микротреечник или еще что-то. Ну, она только что, банально. Нет, и тогда будет проникать жидкость. У меня, как у любителя агрессивной жидкости, в частности на Хурикине 1.3, поликарбонатная колба, собственно, умерла именно из-за этого моего пристрастия. Потому что и умерла именно в районе резьбы нижней своей. Потому что она просто раскрошилась. Ну, тут, по крайней мере, колба выжила. Поэтому, да, мы не рекомендуем на ней парить агрессивно ни в коем случае, потому что колба повредится. Особенно, если это будет стоять неделю. И мы не знаем, что будет на агрессивной жидкости после этого. То есть, там, с этой колбой. Что из нее выйдет? Колба стальная, да, для таких целей. Пожалуйста, хоть тунгуска, хоть плюет, хоть годомасло. Да, тем более жижи много. То есть, можно температуру на которую включать и все. Вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем абсолютно. В общем, девайс нам абсолютно годный. Понравился. Девайс годный. Хоть мы пропагандируем за оригинальные девайсы, но клон действительно удивил. Больше сказать про него просто нечего. Ну, собственно, это клон один в один, учитывая дифирамбы в область оригинала, которые поются всеми и вся. И я имею в виду не только членов секты байка, скажем, а других сторонних, так скажем, пользователей. Учитывая, что этот клон очень, очень удачный. А главное, еще и достаточно низкой ценовой категории. Да. Потому что за 20 баксов подобные дрипки просто не найти физически. За 20-25, ладно. Ладно, ладно, ладно. Скажем, если у вас совсем не хватает на оригинал, но вы хотите приобщиться к царству вкуса, то это... И хотите себе нормальную дрипку для того, чтобы ходить в вейп-шопы и пробовать жижу. Да, да, вполне. Абсолютно точно идеальный вариант. На этом и закончим. Да, пожалуй так. Поэтому спасибо, что вы нас все вытерпели и вы нас все посмотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки любой активности. Мы будем, конечно же, очень рады. Всем счастливо, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.